всем привет дорогие друзья сегодня бы я хотел поговорить о такой штуке интересной для дизайнеров и художников как мульти лайнеры они значит бывают всякие разные я расскажу самым маленьком который у меня есть принципе они есть разные на вот у меня например 005 есть мультилайнер я покажу как он выглядит выглядит он в принципе очень приятный такой прохладный алюминий довольно таки качественно добротно все сделано мне нравится что их можно заправлять много раз тут вот у нас 05 написано так давайте откроем вот такого тон тонкий очень тонкий я попробую сегодня что-нибудь изобразить здесь я не хочу сейчас портить листик хотя можно его перевернуть конечно но лучше я что-нибудь нарисую красивое и покажу как они работают я включу спидпейнтинг просто что придет в голову той нарисую вот мультилайнер значит есть еще 01 это потолще линия я покажу можно сравнить вот такой вот такая вот разница я думаю будет заметна разница непосредственно в рисунке сейчас интересно колпачки не перепутать так плотно закрываться стоит мультилайнеры примерно по 10 долларов если вы не в россии если в россии то они стоят 351 рубль вот и сайтик я добавлю в описании к видео в принципе значит и bs вот этот bs это самый интересный мультилайнер как мне показалось он значит ну вот так вот выглядит он универсальный то есть по сути он как кисточка его можно гнуть но я не хочу пальцем ах это делать вы увидите в спидпейнтинге как он собственно себя ведет называется он bs вот так вот довольно таки тяжеленького вида чуть тяжелее чем ручка обычная они не перекатываются за счет вот такой вот интересной загулины их можно крепить наверно так вот на карман но я думаю если так закрепить будет не очень функционально почему колпачок здесь если ну к сам крепеж виду колпачок то ладно колпачок сделали бы здесь а крепеж непосредственно поставили бы здесь чтобы к ты цепляешь чтобы здесь жидкость которая но хотя не знаю как устроено все чтобы жидкость все опускалась вниз а вот хотя они наверно будут затекать если так то не буду высыхать ну не знаю поживем увидим по сути давайте попробуем что-нибудь нарисовать я начну с тонких линий и дальше пойдем поедем так значит я уже рассказывал видео что очень часто художник про если белый лист он теряется он не знаю что делать я скажу так что во первых должно быть очень много набросков их надо постоянно делать не бояться ошибаться не бояться своих ошибок и просто брать и что-либо рисовать мы попробуем сегодня что-либо изобразить декоративное интересное такое я не знаю что сейчас получится у меня но буду пробовать попытаюсь что-то изобразить не знаю вот вот Продолжение следует... Продолжение следует...